Еще раз, мои дорогие, сейчас мы будем готовить заливную рыбу с овощами, и вот главный дегустатор Мартын, ты Мартын Сергеевич или как тебя, куда, как тебя надо, Мартынчик, посмотри, поздоровайся, мяу-мяу, вот он сидит здесь и мяу-мяу, сейчас буду готовить и тебе дам, тем более, что с бульона есть вареная рыбка, ты сегодня, как говорится, покушаешь, накушаешься вдоволь, мой маленький. Так, ну что, мои дорогие, на улице холодно, ужасно, я не знаю, даже, как говорится, собаку не вдержу, хозяин не выгонен на улицу, сейчас мы приготовим с вами судака заливного с овощами в томате, очень вкусное блюдо, Витаська, я знаю, у тебя уже слюна течет, он так любит рыбку из жареных заливную, моя зайка, тем более, что рыбочка такая свежая, хорошая. Хотела я еще приготовить судака, филе судака в малиновом соусе, но мало, очень мало рыбки, поэтому это у меня, я такой аванс вам дала анонс такого блюда, да иди уже, пошел, анонс такого блюда, и мы с вами обязательно его приготовим, но только не сегодня, потому что, знаете, ну хотя бы нужно две филешки приготовить, ну у нас трое, хоть три филешки, остается на заливную ничего, тем более, вы видели, что я буду делать без костей чистого филе, поэтому уж извините, я обязательно сделаю этот рецепт, а сегодня мы делаем с вами заливного судака с овощами в томате. Да, простой рецепт, но если вы его сделали, там, пальчики я ближе, все, пошли, хватит говорить, пойдемте готовить. Наше филе, сейчас я его, видите, сколько водички, так, я его сейчас выложу в эту миску, а эту сполосную протру, чтобы она была сухенькая, нам лишняя влага не нужна, вот кусочек остался, так я помою сейчас это. Миска чистенькая, дощечку взяла, на которой мы резали рыбу, так, и теперь давайте филешки вот разрежем, ну вот такие кусочки, порежем филе, здесь ровно разрезаете и складываете в миску. Так, икорку брошу сюда, я его просто ужарю. С кожи ничего не снимаем, этот судачок чистенький, отличный, все, я проверила, нигде ничего нет. Даже если будет меня критиковать, извините, это вопрос такой, что нужно обязательно его поднимать. Некоторые говорят, что если вы там нашли, ну разные, конечно, глисты бывают, что нужно выбрасывать, нет, я не приверженец этого, бывает рыба чистая абсолютно, бывает чуть-чуть там вырезал, вот тот кусок выбросил, да и все, без проблем. Потому что это то, что вы готовите дома, то, что вы кушаете где-то, я, честно говоря, вот эту вот хищную рыбу ем только дома, нигде больше, потому что я знаю вот эту проблему. Извините еще раз, но эта проблема такая есть, прямо в мясе сидят эти паразиты. Все, так, теперь мы должны, вот у меня дождался этот лимон, беды, смотрите, какой он, господи, это вообще просто коров, засухая. Ну, Сашуль, ты же берешь чай на работу, ну возьми, выдави его, кто там, я этим соком сейчас полью рыбку. Вот, видите, какой сочный. Во-первых, что из-за сока лимонного рыба будет крепче, не будет разваливаться на куски, ну и потом мы соком лимона и вкус придадим, и уберем вот эту всю запах сырости. Так, теперь посолить мы должны, посолить и поперчить. Так, перец, где наш перец? Ой, ой, не откручиваю. Так, и рыбка должна немножечко промариноваться. Розмарин сюда уже добавлять не буду, потому что он не у каждого есть, а вот темянчика можете добавить. Ну, и розмарина сушеного. Так, все, перемешали. Видите, рыба моментально от лимонного сока вот так вот белеет, и она, мышцы у нее стягиваются. Вот шашлык, когда рыбные делают, обязательно нужно взбрызгивать лимонным соком, потому что рыба тогда не разваливается на шампуре или на решетке. Видите, какая она беленькая становится. Так, все, пусть постоит. Ну, икру мы пожарим так, я уже сказала. Все, пусть постоит чуть-чуть, а мы будем с вами готовить овощи. Пока маринуется, мы с вами приготовим овощи. Овощи это какие? Лук, морковка, можете добавить, если у вас есть замороженный волгарский перец, но я, как обычно, использую. И немного, маленькую одну морковочку, это вы узнаете эту морковку, да? И две маленькие или одна большая луковица. Нарезаю лук мелким кубиком. А морковку можно натереть на терку, а можно нарезать тоненькой-тоненькой соломочкой. Или же можно на терку для корейской морковки. Ну, это уже помыто, зачем ее доставать, поэтому нарежьте соломкой или натрите на терку. Мы готовим заливное филе, поэтому лучок должен быть нарезан очень-очень мелко. Все, нарезаю лучок и потом соломкой морковку. Покажу вам, посмотрите, вот так вот. Чем хороша такая большая дощечка? Я лук нарезала, морковку, все овощи можно нарезать на одной дощечке и отставить в сторону, уже чтобы они были готовы. Потому что мы обжаривать их будем на том масле, на котором будем обжаривать судака. Там будут чуть-чуть остатки муки и соус наш будет густой. Я лично люблю соус густой. Что хорошо, что для такой рыбы, если у вас есть томатный сок, это отлично. Ложечка пасты для цвета, а все остальное томатный сок, кислота, привкус. Вот именно заливная рыба с томатным соком просто прелесть. Ну все, нарезаем миленько, совсем-совсем-совсем-совсем мелко. Осторожно, пожалуйста, пальчики. Вот для этого хорош. Вот, смотрите, какая. Видите? Все, нарезаем морковку. И потом нарежу мелким кубиком чесночок. Два зубочка. Все, продолжаю. Я просто в чашу, вот видите, у меня в миске нарезаны слайсы морковки. Продолжаю нарезать. Готовим сковородку. Включаем огонь. Наливаем масло растительное. Будем обжаривать сейчас рыбку. Так, не сильно много. Буквально ложку, полторы столовые. Не надо наливать. Мы не будем готовить во фритюре. Масло нагревается. Берем муку. У меня мука в этом контейнере, вы знаете. Так, и сейчас прикрываем краники, чтобы у нас не было зажарено, потому что мыть очень тяжело. Вы же вместе со мной мыли. Вы видели, как это трудно. Непонятно, где эта грязь берется, и почему она так зажаривается моментально. Так, прикрыли. Здесь вот у меня специальная такая тряпочка, чтобы на кастрюльку не летела. Но осторожно, чтобы у вас тряпочка не загорелась, потому что у Валы так было много раз. Я вам сейчас просто покажу. Видите, у меня конструкция такая вот. Можно, конечно, убрать, но эта тряпка на стенку не будет так брызгать. Так, ну что, нагревается у нас здесь все. Вот замаринованная наша рыбка. Я ничего не обмываю, ничего. Вот лимонный сок как есть, так и будем обжаривать. Не переживайте, оно не будет кислым, потому что у нас сам соус будет кисловат. Вот этот рецепт очень простой, очень. Вы можете делать так с ментая, с хека, с любой рыбы, но я вам скажу, что очень-очень вкусно. Так, сразу выкладываем. Сковородка разогрелась и выкладываем. Сначала шкуркой вниз, пока сковородка еще так не сильно разогретая, чтобы не порвалась рыбка. И вот мы есть рыбу заливную. Слегка обжаривают, потом пересыпают овощами и тушат, тушат и тушат. Я не буду ее тушить, потому что если так долго тушить, все потеряется. Сейчас мы обжарим до готовности рыбку, почти до готовности. Сейчас корочка образуется, и внутри рыбка будет сочная. Затем зальем томатиком и просто в духовке минут 10. Все! И это будет настолько вкусно, ничего перемешивать мы не будем. Ну, одно плохо, знаете, что в этом рецепте. Как вы думаете, что пахнет трохом? Да? Вы знаете этот запах троха? Нет? Так я вам скажу. Пахнет трохом, это очень мало. Трохой по-украински это мало. Поэтому у нас таки говорят, есть пословица, эх, все нормально, но пахнет трохом. И люди, которые не знают, начинают нюхать. Как это? Как это трохом? Это просто шутка. Так, все, обжариваем. Ну, пока у вас ручки грязные, вы можете запанировать в муке еще кусочков несколько. Ну, не надо много, потому что сильно тогда мокрая и набирает на себя, рыба набирает на себя очень много муки. А нам не надо много муки. Так, все. И обжариваем на среднем огне. Когда вы в квартире жарите рыбу, ну, у меня частный дом, я открыла двери, дай до свидания. А когда вы жарите, вот сейчас можно долить немножко масла. и чтобы не было запаха, вот я бросила, видите, на сковородочку, вот, кусочек розмаринчика. У вас нету розмарина. Что вы делаете? Возьмите лимон, именно цедру лимона, не чищенную, а прямо корку, мякоть, даже с мякотью можете. Пару кружочков лимона бросьте на сковородку и пусть этот лимон обжаривается вместе с рыбой. Посмотрите, запаха абсолютно не будет, потому что я знаю, что вот очень муж у меня любит мойву. Это вкусная рыбка. Все, но я его очень редко готовлю, потому что запах бешеный. А если готовлю, то, во-первых, нужно все очень тщательно вымыть, чтобы не было этой черной пленки. Но и потом я его обжариваю в духовке. Мне посоветовал Игорь, и я в духовке обжариваю, и такого запаха противного нет. Так, извините, вилочкой, но мне нужно перевернуть здесь аккуратно, я ничего не касаюсь тут. Так, вот видите, обжариваем золотистая уже корочка и переворачиваем. Размаринчик пахнет, лимончик, который на рыбке пахнет, никакого запаха, сырости абсолютно нет. Огонь немножко убавляем, потому что мы рыбу, я уже вам сказала, должны довести почти до готовности. Так, не буду выкладывать новых кусочков, чтобы не остывало масло. Пусть обжаривается. Я рассказываю, что сняла первую партию рыбки, выкладываю следующую партию, масло не доливаю, а смотрю, у меня ничего не снимается, понимаешь? Это вообще. Но я думаю, что мы остановились, у меня просто руки в муке остановились на том, что ту партию я сняла полностью, готова. А сейчас выложила другую. Сейчас вот буквально можно добавить немножко масла. За икорку я говорила, что икорку пожарю, Сашуня маленькая, она не любит. А я люблю, и Саша у меня любит, поэтому скушаем. Все, обжариваем, переворачиваем и обжариваем. Может, там ничего не видно было, вам еще покажу еще раз, что я сняла. Первую партию, вот на блюдо. Салфетки не надо, потому что этот жир весь будет у нас в соусе. Все. Смотрела, вообще ничего, то, что я рассказывала, ничего не снялось. Ну, ничего страшного. Смотрите, я перевернула вторую партию. У нас на кухне сейчас запах Италии. Просто какая там сырость, какой там судак. Просто итальянское блюдо. Размарин этот, вот этот вот лимонный сок, он дает такой запах, вы не представляете. И, честно говоря, я уже немножечко похомячила. Смотрите, видите, кусочек надкусила. Чисто обжаренный судак. Держите меня с севера, пожалуйста, потому что может не получиться заливной рыбки. Я переворачивала, снимала рыбу лопаткой, хочу сказать, потому что весь жир я пытала, чтобы остался в сковородке. Не для того, чтобы рыба не была жирной, а для того, чтобы не доливать сюда масло. Только одна причина. Так, я сейчас икорочку еще оставлю, а рыбку снимаю. Ох, розмаринчик уже упал. Все, пошла. Счет открылся, свалилась. Я вот хочу туда между духов, между печкой и стенкой сделать такую маленькую, как полочку, чтобы ставить туда, когда я обжариваю рыбу или мясо. Просто вот эта вот комфортка крайняя, она у нас самая-самая лучшая горит. То есть самая большая. Ну, так производители придумали. Поэтому вот когда обжариваешь, самая замазанная стена, это здесь. Так, икорка пусть еще полежит. Немножко. Добавлю чуть-чуть масла. Потому что видите, что маловато масла. И вот как рисунок образуется. Видите, это на дне у нас мука. Не переживайте, эта мука нам нужна. Мы на этой сковородке будем готовить соус. Ну, заливку. Вы видите, что у нас ничего не горит. Никакого черного цвета у нас здесь нет. Поэтому мы так и будем использовать. Ну, во всяком случае, я так использую. И не один год. И это очень-очень вкусно. Не надо выдумывать там не знаю что. Ну, конечно, судак есть судак. Судак, сом, окунь. Это считается, кто не знает, вот в Днепре у нас эта рыба, это самая классная белая рыба, деликатесная, которая абсолютно без костей. Но щука, она костлявая чуть-чуть, и она суховатая. А вот судак, так, добавим немножко огонь. Видите, слабо? А вот судак, это вообще рыба-сказка. А сомик, он такой жирненький и очень хорош для приготовления шашлыка рыбьего. Ох и вкусно! Так, ладно, помечтали, поговорили. Сегодня у нас судак. Обжариваем последнюю партию и продолжим. И эта партия уже готова, можно ее снимать. Сейчас пока-нибудь уберем огонь. Видите, как мало получилось. А судак гривен, наверное, по 80 на рынке, а может и дороже. Дорогая эта рыба, судак. 80, это 4 доллара, где-то приблизительно. Так, смотрите, отличная у нас, ничего у нас темного нету, мучичка. Немножко добавляем масла. И сейчас я этот розмаринчик, который, вот видите, я его просто выброшу. Так, что у нас здесь ляпнуло? Ой, ляпнуло, ляпнуло. Так, теперь на сковородку отправляю чеснок нарезанный. Смотрите, как сейчас аромат пойдет еще больше. Так, лук. Ай, как пахнет! Как пахнет! Так, буквально чуть-чуть посернем лучок. Ну, чтобы он был посернем, это с посеруем, извините, это такое слово можно сказать. Чуть-чуть прозрачненько станет лучок, и достаточно. Свою горечь потеряет. Видите, какой захват лопатки большой. Это не ложка. Видите, цвет отличный. Никаких проблем нету, потому что у нас рыба не горела. И видно, что вот мука соединилась с луком, и уже прямо такая густенькая получается структура соуса наша. Не соуса, а подливы. Так, и высыпаем сюда нарезанную. У вас может быть натертая, как хотите, морковку. Все. Отправили. Так. Теперь перемешиваем. Сейчас мы готовим, как обычно, вот вы готовите, ну, так сказать правильно, по-нашему, подлива, педлива, по-вашему, ну, я не знаю, как красиво сказать. Короче, зажарка, одним словом, зажарка. соус для нашей заливной рыбы. Много жира не надо. Я не люблю жирного. И вас к этому призываю. Так. Перец черный. Красного не буду сюда добавлять. Если у вас есть специи для рыбы, пожалуйста, это вообще идеально, я вам скажу. Я вот хочу добавить, у меня здесь есть, Лилечка просылала смесь перцев, ой, вернее, извините, белый перец, добавлю чуть-чуть белого перца, тоже очень хорошо. Есть смесь перцев, которая тоже у меня есть, благодаря людям, но она у меня стоит в другом сарае, я просто пока месьею не пользуюсь. Так. Нам надо еще будет лимонная кислота. Некоторые говорят, а зачем? А потому что нужно выровнять вкус. Так. Вот паста наша, мне начали писать там, это паприка, где-то чайная ложка паприки. Начали писать, что вот там такая хорошая паста, такая хорошая паста, она натуральная. Я ответила, а вы верите в это? Я не верю в это, потому что я видела, как делается паста ни одной фирмы. Значит, там идет, ну, качественная, конечно, с Китая такая, ну, такой сухой порошок, его соединяют там с водой, и получается, это паста. Ну, там термически обрабатывают, но, чтобы там был чистый, чистый томатный сок, ребята, это нужно, я не знаю, сколько помидоров, не хочу ничего говорить, потому что, знаете, может, производители скажут, ой, ой, это неправда. Я вам скажу со своей практики, что я обожаю томатную пасту, я везде применяю томатную пасту, но, просто, что качество есть чуть лучше, а есть хуже, поэтому обсуждать пасту я не буду. Вы уже по своему вкусу смотрите, как вам что делать. Так, пока тушится это все, сейчас я беру томатную пасту, промовка, промовка, как говорится, видите, у меня Херсонская, 25 процентов. Так, теперь готовлю половничек, нам надо будет сейчас. А где мой сахар? Где мой сахар? Вот сахар. Так, а ну скажите мне, я солила? Нет, по-моему, не солила. Значит, нужно посолить сейчас по вкусу. Сильно не спешите, лучше потом досолим. Так, а где ложка? Ложка, ты где? Ложечка, ложечка. Так, боже мой, дверь и рвет, сахарку, пока столовую ложечку, ну, две чайные. Так, да нет, это не годится, где моя ложка? И томатная паста, раз, видите, вот 25 процентов написано, не буду сильно показывать вам, смотрите, уж вы верили, 25 процентов, вам видно? Да вы мне извините, я, наверное, всю эту высыплю. Вода водой. Так, это сейчас мы что-то сделаем с этим, это мы просто все вымоем и добавим к общей нашей массе. Так, лопаточкой, сейчас сковородка хорошая, но это не значит, что если плохая, то можно там ее царапать, нет, меняйся, меняйся, я вот меняюсь, вы видите, мне удобнее вилка, нет, я, ну, переворачивать там рыбу снимать, я нет, я все делаю так, как нужно, потому что прислали, значит, это так и должно быть, если я людям показываю, то действительно я должна делать все правильно, поэтому у меня в руках лопатка. Так, теперь я беру, открываю свои, сим-сим, откройся, я имею ввиду, вот кастрюлька, видите, там у меня бульон рыбный, смотрите, какой он красивый, смотрите, какой его цвет, вам видно? Красавец, да? Так, ну, он уже не такой горячий, чтобы прозрачный, прозрачный, потому что он варился на медленном огне. Вот я взяла три половничка, и как вы думаете, куда я налила? Конечно, в банку! Сейчас я вот это все ложечкой соберу в баночки, посмотрите, сколько здесь пасты, если бы это все просто-напросто вылить, но это же не, это же не по-хозяйски, мы так не можем. Знаете, там вот сейчас в Фейсбуке вылазят такие окна, что можно там ответить на, как анкета, и там сам интернет определяет, какой у вас тип, к какому цветку вы относитесь, к какому этому. И я, короче говоря, думаю, к какой национальности я отношусь. Там были вопросы, то я отношусь, я настоящая хохлушка, хохлушка самая-самая экономная, поэтому я к чему это рассказывала, что... Так, и выливаем сюда сейчас. Смотрите, какое получилось. Так вот, просто-напросто взяли банку, вымыли, и все. Ну, теперь уже это, естественно, эти остатки мы уже вымоем. Так. Да, 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 ложечка нас будем пробовать. Мартышечка, ты сегодня опять будет у тебя праздник. Сегодня праздник у Мартына. Да, эта песня нам сегодня подходит. Рыба, 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 рыба. Так, добавляем огонек. И сейчас протушим. Смотрите, какая наша подливка густая. Сейчас я вот расколочу и вам покажу. Вот именно она должна быть такой. Если вы зальете просто томатным соком, это будет невкусно. Это будет, скажите, боевес, боевес, да, суп этот красный. Уха. Ой, ай-яй-яй. Ну, что же ты языком телепаешь, а печечку замазала? Ты же ее мыла. Так, ну, печка это такое дело. Ее все равно мыть будет 155 раз. Так, ждем пока. А, я же не закончила. То не надо так. Если вы так сделаете, это будет не та рыба, которую сегодня готовлю я и которую хочу, чтобы у вас получилось. Сейчас начнет кипеть. Не сильно большой огонь, потому что вот такая вот смесь томат. Ну, томат. Да ну, ядрен батон. Ну, ты посмотри. Вы не сильно, вы не сильно. А сама, а сама, посмотрите. Ох уже. конь педальный. Не, ну, я же не конь, телочка педальная. Извините. Так, один мужчина мне написал, Алла, вы себя так ведете иногда, как ребенок. Не подобает вашем возрасте. И знаете, что я ему ответила? Так что, в моем возрасте уже только нужно думать о белых тапочках, где их купить или как их пошить. Ну, ребята, это не серьезно. В любом возрасте, даже если человеку 80-90 лет, если дай бог, вот доживают, то тоже они шутят, тоже они как-то, знаешь, порой ведут себя как маленькие дети, не то, что они там малоумные. Нет, вы не правы. Давайте я буду строго стоять и говорить. Так, вот здесь я взяла лопатку, перемешала, все, до свидания. Опять. Так, еще раз перемешала, цвет красный, все достаточно. Я уверена, что 90% моих подписчиков не понравится это, господи, это ты закипишь уже когда-нибудь или нет? Добавлю огонек. О, какая красивая у нас. О, видите, начинает пухать. Вот видите, вот здесь, вот здесь, смотрите внимательно. Ну, сейчас оно будет пухкать везде. Просто я хочу вам показать, что добавила огонь и сразу начала пухкать везде. Вот видите, видите, прикручиваю, потому что сейчас все будет и стены, и все. Так, пусть на маленьком огонечке чуть потушится, попробуем вкус. Хочу сразу сказать, что мы с вами угадали все. Должно быть чуть-чуть кислее. Почему? Потому что, когда рыбка протушится, так, 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 прекращай. Ой! Вы видели? Я вам сейчас покажу. Вот, видите, смотрите. Видите? Я рассыпала лимонную кислоту, потому что спешила прикрутить. Вот она. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, это все выбросим. Так, я чуть-чуть лимонной кислоты добавлю. Я не закончила. Чтобы было немножко кислее, потому что, когда рыба возьмет вкус соуса, и кислота эта уйдет, и будет, может быть пресным. Поэтому, вот эта вот подливочка должна быть чуть-чуть кислее нормы. Так, ну что, я не буду долго. Все, я выключаю. Так, и сразу, сразу протираю, потому что, видите, вот немножко она брызгала. Это нужно, вот я сейчас вам покажу. Вот видите, я сразу протираю, потому что, и вы сразу так вот делаете. Так, я, конечно, молодец. Я просто молодец. Алла, молодец. Печку забрызгала. Лимонную кислоту рассыпала. Вот так, вот такая хозяйка. Не думайте, что я прямо такая идеальная. Вот, посмотрите, что делается. Видите, сколько лимонной кислоты. Целый пакет лимонной кислоты у меня высыпался сюда. Ну, и печечка, вот посмотрите, видите, видите, вон какое пятно красивое. Да, это все сделала Алла. Так, ну, это все шутки. Давайте же начинать собирать саму рыбу, наше блюдо, и включать духовку. Сейчас я беру свою форму. Сделаем вот в этой форме. Духовку я включила, пусть нагревается. Так, теперь беру нашу. Какой цвет, смотрите, да? А-ха-ха! Молодцы! Мы с вами все классно сделали. Так, теперь смотрите, я беру этой подливки и наливаю на дно. На дно! Чтобы вся рыбка была сочная. Так, буквально сколько там? Сколько я взяла? Пять ложек или четыре? Не помню. Так, горячее, все горячее, не переживайте. Так, и теперь беру рыбку обжаренную и выкладываю. Неважно, вверх, вниз там у нас идет кожица. Это такой будет, знаете, рыбный пирог у нас. Берешь прямо как чизкейк из этой формы и кушаешь. Видите, вот там вот у меня есть кое-где розмаринчик пристал. Ну и бог с ним, пусть будет. Так вот плотненько складывайте, потому что по этому блюду, я думаю, что у нас в два слоя не получится. Ну, а сколько получится? Вы уже представляете, какое это блюдо будет? Да, вы правы, мои дорогие, вы правы. Это будет вкуснятина. Так, и теперь давайте чуть-чуть прольем. Видите, там у меня осталось такое, такое-сякое. Наверное, на верхушку вот здесь я немножко так вот сейчас залью соусом. Так, и сейчас вот эта рыбка, что осталось, вот так вот выложу ее сюда вторым слоем, как верхушечку сделаю. А здесь смотрите, эти дырочки, можете туда вставить. Да что же ты не хочешь, посмотрите, третий раз и не хочет влазить туда. Вот так ставите, чтобы плотненько было. Я думаю, что сейчас я поставлю в духовку, а вы уже побежите в магазин за рыбой. Вы можете купить минтай, можете херк, можете любую морскую рыбу, но можете и нашу рыбу купить. Так, и теперь смотрите, я беру и заливаю аккуратно сковородочку остатками нашей подливы всю-всю рыбку закрываю, чтобы она у нас не была сухой. Вот видите, по тому количеству маленькая рыбка, вы видели, сколько судака, я не знаю, как я вам напишу в количестве, но вы будете смотреть на глаз. Самое главное, ингредиенты, какие нужны, а все остальное там уже вы смотрите сами. Хотите больше? у меня Сашуня очень любит эту подливку, она может ее с кашей, она может ее с картошкой, поэтому как обычно делается как, хотя бы 50 на 50 рыбы и овощей, но если вы сделаете 70% овощей, подливы и 30% рыбы, очень вкусно будет, поверьте. Так, извините, я так вот ширвой, но я хочу выбрать все до последнего. Так, все, видите, сковородка пустая. Все, вся рыбка закрыта у нас. Разравниваем. Мало, 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 мало. Соус вкуснейший. Все, духовка 180 градусов, я нагрела ее. Отправляем 15 минут достаточно. У нас много жидкости, прокипит. Все, смотрите, как она блестит, эта рыбка. Ну, разве это не аппетитно? Да это не то, что аппетитно, это вкуснючее. Все, давайте рыбка в духовку. Ну, что, мои дорогие, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ой, хорошо прогревается, пусть. Еще 5 минут прошло, смотрите, вымыла я печечку, все нормально. Так, пойдемте на улицу, я за это время, пока мы у нас рыбка в духовке, гулять не будем, а сейчас сниму, может, ветер такой творит, поторвало все, сниму вот эти насидушники, смотрите, видите, какая у меня тут насидушка пришита, здесь у меня поролон, это чтобы мягенько было, вот отсюда, это я сама пришила, здесь ткань, а здесь вот такой вот поролон, потому что, ох, смотрите, видите, 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 что творится, это просто караул, я не знаю, вообще. А, я вам хотела показать, сейчас, хорошо повернулась в эту сторону, идемте, я вам покажу, как уже кизил цветет, представляете, сейчас, сейчас, секунду, Сережа покопал, уехал в село к папе, покопал, лук посадил, смотрите, видно, вот это, вот это вот будут ягоды, смотрите, сколько, сколько много, это первое дерево, которое у нас цветет, раньше всех, желтенькие такие, видите, цветочки, оно пахнет или не? ну, я бы не сказала, что пахнет, но уже цветет, как мимоза, да? Если не говорить, что это, то это мимоза, мимоза, нет, это не мимоза, это кизил, так, все, пойдемте, так, что у нас тут не поросло еще? Не, не поросла еще зеленая, эта гадость, ну, видите, почечки хотят открываться, но холодно, очень холодно, я не знаю, вот так всегда, абрикоса уже начинает почти цвести, и такие вот прямо заморозки, сегодня ночью минус два передают, вот представьте себе, какая там абрикоса будет, ничего не будет, все повымерзает, и ничего не будет, вообще у нас уже абрикоса, ой, что делается, абрикоса как, ух, извините, как в Белоруссии, там же абрикоса нету, потому что там она не вызревает, холодно тоже, климат не подходит, так и у нас точно будет такое, вообще, я не знаю, что творится, с этим климатом, ну, клубничка, смотрите, так как, фу-фу-фу-фу, бровенька такая, да, супер, такие зеленые листики, может и пойдет, не знаю, но поливать пока не буду, может тепленькой водичкой, так, все, пойдемте, я сейчас это все поутюжу, и, пока рыбка приготовится, все тогда положу на стульчик, и, чтобы попе не было холодно от пластика, сейчас, вот идемте, боже, двери так хлопают, что это вообще, хочу спросить совета, может кто-то скажет, вот этот, вот утюг, я уже, смотрите, наливала сюда, видите, вот, насколько забито, видите, такая вода у нас, я уже наливала сюда чистый уксус, я уже средства, от, ну, которым ванну мою, но ничего не, не помогает, поделитесь, пожалуйста, видите, вот, вот, вот его разобрать, она так жалко, тысячу гривен стоит утюг, у кого такая проблема, и как вы решили, пожалуйста, напишите мне, если вам не трудно будет в комментариях, что мне делать, а я воду не оставляю, ну, говорят, надо дистиллированную воду наливать, ну, где его, я наливаю обычную, со скважины, такая вот беда, видите, ну, ничего, я сначала вот так вот пшикаю, пшикаю, чтобы весь этот песок весь вышел, а потом начинаю утюжить, так, все, утюжу эти, подстилушечки свои, на сидушники, поутюжила, на попники, подпопники, или как назвать, ну, все-таки неприятно, когда садишься на пластмасс, на голый, то попа действительно замерзает, вы знаете, я, честно говоря, посмотрите, я, ну, нафиг провериться, холодно, свитер, еще я одела жилетку, потому что, действительно, на улице холодно, то есть, к чему это говорю, делать на улице что-то там, копать, садить, красить, строить, нет, лучше пусть будет тепло, тогда все это сделаем, так, все, пойдемте на кухню, потому что, надо не забывать, что у нас рыбка, 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 так, вот смотрите, эти стулья, я вам сейчас покажу, ой, господи, сейчас, секундочку, стулья эти, видите, здесь такая пластмассовая сидушка, и она прохладная, они, конечно, удобные, вот так пальчиком взял и понес, куда тебе нужно, ну, сидеть на них, ну, у нас то есть стулья, но вот когда кто-то приходит, не хватает, поэтому, вот этот вот, наседалишник, вот так вот, смотрите, я сюда его выкладываю, вот видите, как раз по диаметру, о, видите, какая получилась, оседушечка мягенькая, супер, вот она мягенькая, хорошенькая, то есть, все для попы, ну, и для второго точно так же, все, и на место отправляю их, о, пусть стоят, ждут гостей, давайте посмотрим еще, что у нас тут в духовочке, ай, шкварчит, 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 он, видите, кипит, вам покажу, эх, 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 как же вам показать, чтобы не сгореть на работе, вам видно кипит, смотрите, дышит, 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 и наверху, и внизу, все, не надо, чтобы оно было черное, вот, 15 минут, и достаточно, выключаю, выключаю, и пусть постоит, ничего, не страшно, я не открываю духовку, если вы что-то делаете с зажаристой корочкой, нужно открывать, а так пусть постоит, пусть дойдет, а я нарежу немножко зелени, ну, для презентации, естественно, ну, что, вынимаем наше блюдо, и как раз слышу, приехал Сашуня мой, какие мы с вами молодцы, а, приготовили целых два блюда, так, на белую твелочку, так, ах, какая красота, ах, какая рыбка, какая рыбка, вам приготовить точно такую, так, посыпаем зеленушечкой, еще тепленькая, еще тепленькая, ай, какая рыбка, какая рыбка, боже, я для своего мужа сделала праздник, просто праздник, так, рыбка, х, супер, ну, и заливная, конечно, еще второй супер, поэтому, это у нас как холодная закуска, я имею ввиду, даже как салат, рыбка, хе, чихе, чихе, и такая заливная, так, что, пожалуйста, обязательно приготовьте, сейчас немножко остынет, и я вам покажу, какая же она на тарелочке, что, рыбочка немножко остыла, надо уже попробовать, правильно, я тоже так считаю, так, блюда у меня здесь есть, так, ну, как же нам положить, вот только я не знаю, сейчас вот так возьму, вот так, порцию, хоп, вот так аккуратно, положу, ай, м-м-м, м-м-м-м-м, м-м-м, м-м-м, не-не-не, я шучу, прямо так даже аж, и не очень вкусно, шучу, и вот так вот шнит просто, положить, и порция есть, вот такая вот рыбочка, вам хорошо видно или нет? Ай, смотри, какая красота, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, смотри, какая рыбка, сейчас попробуем, берем вилочку, пробуем, пробуем, смотрите, какая рыбка, давай, 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 накалывайся, какой кусочек, язык проглотила, очень вкусно, но эту рыбку нужно кушать, когда она уже полностью, полностью остынет, будет холодная, вот когда она будет холодная, это просто нечто, нечто, поэтому, ну, эту порцию сейчас мой Сашуня доест, для него праздник, рыба это праздник, ну, а что я вам могу сказать, хочу показать вам на свет, чтобы вы видели каждый кусочек, смотрите, какая же она сочная, какая она красивая на цвет, ну, просто, ну, просто не рыбка, а песня, нечего смотреть на картинку, давайте продукты покупайте, и готовьте такую рыбку, что там, посмотрели, как она приготовила, смотрите, получилось много, о, аж две тарелки, ну, что, мои дорогие, смотрите, время, 10 минут третьего, рыбный день сегодня у нас закончился, вы прекрасно понимаете, что я сегодня готовила два блюда, это хе из судака, и судак с заливной в томате с овощами, оба блюда, вот, вот такие, как палец нужно поднимать вверх, когда смотрите видео, вот такие блюда получились, так что, мои дорогие, не буду вас задерживать, готовьте, пожалуйста, рыбку, рыба хе у вас будет в холодильнике, она может неделю в холодильнике находиться, можете добавлять ее, как гарнирчик, можете добавлять, как салатик, ну, а заливная, извините, она не будет у вас неделю находиться в холодильнике, потому что вы ее очень-очень быстро скушаете, все, мои дорогие, смотрите мои видео, кто не подписался, подписывайтесь, говорю то же самое, я вас люблю, пока, всех благ вам, дорогие мои.